Музыка Андрей, я тоже хочу в Старбакс! Здравствуйте, мои дорогие! Посмотрела я вчера видео Андрея Петрова. И тема-то прям моя. Вот эта жизнь в маленьких городках, переезд в маленький городок из большого города. Вот, захотела с вами поговорить на эту тему. Мне очень нравится этот мальчик. Он мне интересен как человек. Умный, несмотря на молодость свою. Местами провокационный, спокойный, рассудительный. Еще мне очень нравится, что он очень мужественный человек. Вот так показывать себя таким, какой он есть на самом деле, то нужно большое мужество. Разговор-то пойдет, собственно, не о Крыме. А о переезде в любой маленький городок, деревню. Потому что, в общем, жизнь-то очень похожа. Не о плюсах и минусах жизни в маленьких городках или поселках. Они везде есть. А лично о моем восприятии. Не знаю, ветер сегодня вообще получится что-то. Тут вроде не очень ветрено. Ой, мои дорогие, как мы мечтали о домике у моря, живя на севере много лет. И когда мы приехали в Черноморск, мы прям с дочкой прям свято верили, что мы привыкнем тут. Что нам еще надо, да? На дискотеки мы не ходим, по ресторанам тоже, по магазинам, собственно, не с нашими доходами ходить по дорогим магазинам. Я на пенсии. Ну, что мне еще надо, да? Свой дом, рядом море. Тишина, красота, свежий воздух. Получается, это не иллюзии, потому что мы сами себя не знаем, что нам нужно. Первое время очень тяжело было привыкать. Тут и стресс от переезда, и ремонт. Думала, пройдет время и привыкну. А оказалось, что не привыкла. И уже не привыкну. Не хватает темпа большого города, когда вокруг жизнь бурлит, не дает тебе впадать в сонное состояние. Не хватает цивилизации, ну, как, нормальных магазинов. Просто выбора товаров и услуг всяких. Ну, и вообще, ну, большой город, это большой город. И в то же время, когда уедем отсюда, ведь будем скучать. по своему двору, по этому спокойствию, по тишине зимой, которая сейчас бесит. кайф такой, да, выйти утром. Да хоть в трусах. А вокруг птички поют, цветочки цветут. Жалею ли я о переезде? Да нет. Во всяком случае, мы попробовали это сделать. А если бы не переехали, то жалели бы о том, что не сделали этого. Вот Андрей правильно, Петров, говорит, что наше окружение часто нас тормозит. А ведь это касается не только переезда, а, собственно, любых начинаний. Если хочется, надо делать. И пусть результат будет не совсем таким, как ты ожидал, но он будет. Многие советуют сначала приехать, пожить пару месяцев. Но в реальности это не работает. Потому что первые месяцы эйфория. А жизнь-то начинается тогда, когда ты реально переехал. И тут уже не подстрахуешься. Да. Ведь пока не переедешь, ведь не узнаешь. Ведь сколько людей переезжают и просто счастливы. И довольно молодые, ну и возрастные. А это все зависит от человека. А нам тут душно. Скучно, грустно. Море есть. Дома свои два причем. И вот головой все понимаешь, а ничего поделать с собой не можешь. с медициной тут пока не очень. Это еще больше, конечно, все это усугубило. Но я еще раз говорю, пока не попробуете, не поймете. Ну и вот о дальнейших планах. Сначала надо, конечно, продать жилье здесь, а потом переезжать в Питер. Долго мы думали, ломали мы голову, и от моря уезжать не хочется. и страшно опять менять климат, опять переезд. Видимо, возраст уже. Четыре года назад мне не было так страшно. А Питер есть Питер. Да, климат там совсем не тот. Вот так. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Я вам очень благодарна. Подписывайтесь. Мне это очень приятно. Прямо дает силы какие-то работать дальше. Ну и пока, мои дорогие. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»